В понедельник проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте начали с крупного пересадочного узла возле автостанции «Аврора». Участники рейда заходили в автобусы и трамваи и предлагали пассажирам без средств индивидуальной защиты надеть маски. В случае отказа нарушители обычно выводят из салона и составляют протокол. Сумма штрафа при этом доходит до 30 тысяч рублей. Пассажиры в общественном транспорте должны носить средства индивидуальной защиты, то есть войдя в салон автобуса, трамвая, троллейбуса или зайдя на станцию метро, нужно, чтобы на лице была маска, чтобы она прикрывала нос и рот. Коронавирус этот никак не отступает, поэтому все требования надо соблюдать. Нужно обеспечивать вакцинирование и нужно носить маску, чтобы и самому не заразиться, и других людей не заразить, особенно в транспорте. Житель Самары Александр внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в городе. Говорит, ему напоминать о необходимости надеть маску в общественном месте не нужно. Я всегда использую маску в общественном транспорте, на улице, в магазинах, везде, где я нахожусь, в общественных местах. Я думаю, это довольно важно в нынешней ситуации, так как уже около 800 человек в день заражаются. И в транспорте, и везде может быть опасность. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции перевозчик принимает все необходимые меры. Перед выходом на линию салон общественного транспорта обрабатывают дезинфицирующими средствами. Обработку проводят также и в течение дня. Ее выполняют мобильные бригады. В ежедневном режиме мы проводим инструктажи с нашими экипажами, водителями, кондукторами о том, что необходимо надевать защитные средства в транспорте и напоминать об этом пассажирам нашим. Когда вы заходите в общественный транспорт, необходимо в первую очередь надеть защитные средства, потом уже приобрести билет. Работа по выявлению нарушителей масочного режима в Самаре ведется ежедневно при участии Департамента транспорта, представителей перевозчиков, добровольной народной дружины и сотрудников полиции. В течение последней недели на пассажиров общественного транспорта было составлено 16 административных протоколов. За год выявили почти 400 нарушителей, а с сентября прошлого года более 500. Прошедшим вакцинацию пассажирам еще раз напомнили, что наличие сертификата не освобождает их от соблюдения масочного режима. Максим Магомедов, Константин Головин. События.